Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Нелегальные змеи парят над субсехским небом. Историческое знамя кубанским казакам. До новых встреч! Фестиваль «Киношок» торжественно закрыт до будущего года. Вениамин Кондратьев вступил в должность губернатора края. В Краснодаре на внеочередном заседании ЗСК в зале Краснодарской филармонии имени Пономаренко он принял присягу на Конституцию Российской Федерации. Губернатор торжественно пообещал защищать интересы населения края и добросовестно исполнять свои обязанности. И к новостям курорта. Земля для многодетных семей, газификация и повышение качества энергоснабжения. Об этом шла речь на очередном приеме главы Анапы Сергея Сергеева. Газификация села Бужор. Проблеме не один год. Главное, что хотят услышать люди сроки решения вопроса. После строительства центрального газопровода готовы создать кооператив и вложиться в проведение коммуникаций к своим домам. Глава Анапы рассказал жителям села, что есть потенциальный инвестор для реализации дорогостоящего проекта. Заасфальтировать полтора километра дороги – еще один вопрос. Со счетов просьбу людей власти не сбрасывают, но есть первоочередные задачи. Если бы вы сказали, давайте вот тоже как. Давайте вот эту улицу не будем делать у нас в Анапском, Севском округе, а сделаем нашу. Ну я тоже, понимаете, ну разумно. Сегодня надо народную улицу делать. Это та, которая ведет от Анапского шоссе к лампищу. Мы мирную с этой стороны сделали, надо делать народную. Ну, есть приоритеты. Мэр Анапы просьбу услышал и пообещал не откладывать с ее решения. А вот я уже два года или три года следил за очередем, нет, в интернет выходим. Как мы стояли пяти часов, так мы стоим пяти часов. Насколько я понимаю, у многодетных как таковой очереди. То есть все зависит от того, как в МФЦ будет написано заявление. Мы периодически публикуем участки, которые формируют, а я знаю, что на сегодняшний день мы более трехсот предоставили. Сегодня мы решаем второй вопрос уже. Это обеспечение этих участков инфраструктурой, то есть водой, дорогами, электричеством. На низкое напряжение в сети в селе Субсех жалуется Игорь Квасильчук. Энергетики, по словам заявителя, свои обязательства перед потребителями не выполняют. Глава Анапы поручил своему заместителю Владимиру Забураеву взять решение этого вопроса на контроль. Бетонная площадка на том месте, где должна быть зеленая зона. План очередного самовольного застройщика реализован не будет. По требованию главы Анапы незаконными действиями предприимчивого коммерсанта вплотную займется полиция. Произвол самостройщиков на Субсехском шоссе. За метровым забором шумит спецтехника, идет работа. Из документов только оплаченные накладные. Машина чья? Ты водитель или варенье? Хозяин кто? Какой? А? Это Николай, если еще рейс туда будет, то машины в него не будет. Работают вслепую, доказывают эти люди. Хозяин заплатил деньги и дал широкое поле для деятельности. Заливать тут. Невнятные объяснения мэр Анапы, так неожиданно прервавший процесс закатывания будущей зеленой зоны в бетон, не принимает. Предупредить, что никуда пусть не ходят. Здесь никогда не будет то, что задумать. Здесь, по генеральному плану, зеленые насаждения. Вот я разрешаю. Вот это снять и в два ряда посадить елку. Понятно? Звонок не в дежурную часть, а начальнику полиции. Принять меры и остановить произвол. Муниципальный контроль действует в рамках своих полномочий. На спортивной 22 масштаб другой, но суть та же. Суд запретил эту стройку, но пока приставы не дошли, вроде как и не пойман с поличным. Незаконный проект. Красивая картинка. Восемь или девять этажей дома. Размахнулись. Ну, фамилия есть? Фамилия у директора есть? Я недавно работаю, фамилию не запомнил. А зовут как? Евгений. Звоните, звоните. Да. Так у вас на руках разрешения нет. Тогда сворачивайте, пожалуйста, на работу. Раз их нет. Кран подогнали и допуск к работе выдали себе сами. Технадзор спит, миграционная служба, впрочем, тоже. Гастарбайтеров, как в муравейнике. Они тут неплохо устроились. Лежанки, туалет во дворе и рядом кухня. Тревожное соседство для жителей микрорайона. Обе стройки остановлены. Муниципальный контроль бывает на объектах ежедневно. В суд готовятся очередные иски с требованием пресечь незаконную деятельность. Изобретательность торговцев-нелегалов продолжает удивлять. Особенно места, которые предприимчивые дельцы находят для организации торговых точек. Субсихское шоссе отличается большой проходимостью транспорта. Утром и вечером транспортные потоки идут в обе стороны. Чем не место для удачной торговли и хорошей выручки. Видимо, так рассуждал предприниматель, организовавший здесь продажу вастушных змеев. Незаконная торговая точка давно на контроле. Нехитрый ассортимент продавцу пришлось собрать. За повторное нарушение правил торговли штраф 5 тысяч рублей. Происходит несанкционированная торговля. Как мы видели, воздушные змеи грозит это штрафом административным. Составленный административный протокол. Уже не в первый раз. То есть взят под особый контроль. Трехдневные полковые сборы прошли для личного состава Кубанской казачьей дивизии. Боевой знамя дивизии передал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда. Минувшие выходные казаки Таманского отдела Кубанского казачьего войска провели в полях. Масштабные учения – залог полной боевой готовности войска. Выслеживание противника, разведывательные операции, метание гранаты, минирование и разминирование в участках и стрельбы. Из высокой травы только пурпурные кубанки заметны. Чтобы не забывать боевой опыт, огневая подготовка ведется регулярно. Мучилось вот на той стороне. И казаки, которые там были, захватывали гаубицы, пушки, а стрелять никто не умел. Мы должны сегодня, если у нас нет, в модчасти хотя бы теоретически готовить подразделение. Для того, чтобы защищать отечество, для того, чтобы защищать народ. Для этого мы готовим. В историческом лагере Подобинском казаки продемонстрировали выправку и строевую подготовку. Сегодня грандиозное событие для всего кубанского казачьего войска. Создана первая атаманская казачья боевая дивизия. У нас раньше была бригада казачья, на сегодняшний день у нас стала казачья атаманская дивизия, которая насчитывает 2000 казаков. Созданы 4 полка по 500 казаков. В составе дивизии 350 анапчан. Атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда вручил знамя атаманской дивизии командиру Ивану Безуглому. Вручено знамя как символ и воинская реликвия олицетворения чести, доблести, славы и боевых традиций кубанских казаков. Это первое казачье подразделение в России, получившее такой высокий статус. В лагерь прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Осмотрел учебные точки и поздравил казаков с получением знамени, сделав особый акцент на нравственном воспитании молодежи. Впервые на курорте прошел форум органов территориального общественного самоуправления. В Анапе работа общественников налажена на высоком уровне. Недаром с 2007 года в краевом конкурсе на лучший орган ТОС побеждают и занимают призовые места именно анапчане. Работа с молодежью и пожилыми людьми, патриотическое воспитание, благоустройство территории и поддержание порядка и уюта на городских и сельских улицах – все это заботой общественников. На первом форуме общественники подвели итоги работы в высоком сезоне и обсудили проблемы, с которыми изо дня в день приходится сталкиваться. Ведь не секрет, что население в основной своей массе пассивно. И наша задача – максимально вовлечь каждого человека в решение вопросов местного значения. Органы ТОС наладили работу с молодежью, советом депутатов, а главное – с населением. Вы – проводники тех проблем, вопросов, транслируете, передаете и совместно с людьми стараетесь их решать. Форум станет традиционным в Анапе и в следующем году пройдет в новом формате. Место докладов должно быть живое общение, призвал участников форума заместитель главы города Олег Костенко. Продолжаем рассказывать о событиях праздничных выходных. Насыщенный мероприятиями День города завершился программой «Воспеты сердцем город мой» на театральной площади, где главными героями стали люди, вложившие немало труда для развития и процветания курорта. К анапчанам обратился глава города Сергей Сергеев. Сегодня мы отмечаем главный для нашего любимого города-курорта праздник. Мы отмечаем День города. Мы закрываем высокий курортный сезон и с удовлетворением отмечаем, что сезон удался. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в подготовке и прохождении сезона. Мне хочется, чтобы человек, который единожды побывал в Анапе, хотел и имел возможность сюда вернуться. Я приглашаю всех продолжить осенний бархатный сезон, приехать к нам на будущий год. Поверьте, мы будем делать все для того, чтобы Анапа свела и развивалась. С праздником, любимый город! Поздравлением присоединились депутат Государственной Думы Николай Харитонов, епископ Новороссийский Геленджикский Феогност и председатель Совета города-курорта Леонид Кочетов. Высшей наградой Анапы званием почетный гражданин города-курорта в этот вечер был отмечен руководитель Народного казачьего хора, хормейстер Центра культуры Родины, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Атрошевич. Медалями за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапы наградили директора санаторно-курортного объединения здравницы Анапы Екатерину Дыбля, учителя математики средней школы номер 5 Аллу Ильенко, заведующую детским садом Челка Светлану Касимову, начальника управления культуры администрации Марины Мельникову, учителя математики средней школы номер 4 Тамару Сукасян и многих других. Были награждены победители конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Наградили и лучшие сельские ТОСы, вручив денежные премии. Отметили победителей конкурса «Самый уютный дворик», вручили свидетельства о занесении на городскую доску почета 20 лучшим труженикам города. В этот незабываемый вечер публика щедро купала в аплодисментах анапских спортсменов. Зрители дружно желали счастья молодоженам, вступившим в брак в этот памятный день, и юбилярам семейной жизни, в том числе и супругам Бумка, отметившим 65 лет свадьбы. Прекрасным подарком для всех анапчан стало выступление дважды краснознаменного академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Завершилась торжественная часть праздника салютом. В Анапе подвели итоги 24-го открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». Церемония награждения не обошлась и без сюрпризов. Среди знаменитых гостей, шествующих по красной дорожке в летнюю эстраду, зрители сразу заприметили легендарную актрису Светлану Немоляеву, подарившую советскому кинематографу столько трогательных ролей. На церемонии награждения победителей кинофорума народную артисту ждал сюрприз. Киношоковцы подготовили ей награду «Госпожа удача, замужество и достоинство в профессии», чем растрогали актрису до слез. Любимую героиню зал встречал стоя. Светлана Владимировна отметила, как важен кинофестиваль «Наше непростое время». Как это много значит для кинематографистов, когда так сложно с прокатом, когда так сложно с пониманием, с принятием зрителями. Как это важно, что вас столько много. В конкурсной программе киношока участвовало почти 100 картин. Оценить мастерство кинематографистов зрители могли свободно на главной городской площади. Особое внимание жюри привлекли короткометражные фильмы. Гран-при конкурса достался фильму Таня, российского режиссера Никиты Иконникова. Председатель конкурса «Киномалышок» Семен Морозов заявил, что кубанские дети – самые лучшие зрители. Я полагаю, что крепнет наше детское кино, и я готов это доказать любому оппоненту. Призы разделили фильмы «Небесный верблюд» и «Честная пионерская 2». Специальным дипломом за вклад в развитие телевизионного кино наградили создателей телесериала «Родина». Кульминация вечера – итоги конкурса полнометражных картин. Главный приз «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм присудили небесному кочевью из Киргизии. В завершении церемонии генеральный директор фестиваля Ирина Шевчук от имени всех киношоковцев поблагодарила за теплый прием главу курорта Сергея Сергеева. Он, если говорит, то делает, чего бы ему этого не стоило. Это так здорово, так по-мужски и так по-кубански. Мы будем ждать вас на будущий год, на юбилейный фестиваль, на 25-й. И сделаем все для того, чтобы вы себя чувствовали у нас в Анапе комфортно, уютно и самое главное, чтобы вам хотелось к нам вернуться. Под аккомпанемент фейерверка из конфетти и лирическую песню об Анапе 24-й фестиваль киношок был объявлен закрытым. К спортивным новостям. 24-й турнир под дзюдо среди юношей и девушек стартовал в Анапе. В этом году наш город принял 21 команду. Соревнования приурочены ко дню города и 72-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Год за годом этот турнир рос. Много ребят отсюда прошло. Представляете, что такое 24 года. Несколько поколений выросло на этом турнире. Здесь когда-то в призерах были и нынешние олимпийские чемпионы. В турнире также приняли участие международные команды, спортсмены из Азербайджана и Донецкой Народной Республики. Мы сегодня представляем молодую республику, Донецкую Народную Республику. Мы приехали в составе 15 спортсменов, привезли с собой очень заслуженных тренеров. Для многих участников спортивные состязания в Анапе не первые. Людмила Червякова в дзюдо 8 лет. И сейчас я опять приехала сюда с тренером и с командой. Сегодня я отборолась нормально, заняла первое место. Последняя схватка была, конечно, тяжелая, но удовольствие победить. Занимаюсь три года. На соревнованиях не первый раз. В прошлом году занял второе место. В этом году победил. Победители получили почетные грамоты, медали и заветные кубки. Завершит выпуск прогноз погоды. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин «Доступные качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа», в которую можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.